друзья здравствуйте для постного теста надо взять 250 миллилитров воды 50 миллилитров растительного масла рафинированного 2 столовые ложки сахара без горки и пол чайной ложки соли теперь эту смесь надо поставить на огонь до закипания и растворения сахара закипевшую смесь надо охладить до комнатной температуры остывшую смесь надо вылить в посуду в которой будем замешивать тесто добавить сюда 5 граммов дрожжей это половина стандартного пакетика и всыпать 450 граммов муки сначала я насыплю муку не всю потому что ее может уйти как меньше так и больше и замешиваем тесто в этот раз мука у меня ушла вся получилось вот такое достаточно тугое тесто и теперь его надо повымешивать хотя бы минут пять тесто я скатала вот в такой колобок теперь его надо накрыть пищевой пленкой или просто пакетом сверху я положу полотенце и убираем тесто в холодильник минимум на два часа такое тесто в холодильнике можно держать и дольше можно его замесить на ночь и готовить пирожки с утра нам надо чтобы она запузырилась и поднялось для начинки я возьму 100 граммов сушеных грибов залью их холодной водой так чтобы закрывала и оставлю на 30-40 минут до набухания за полчаса грибы достаточно разбухли надо их немножечко вот так промыть и вынуть из этой воды эту воду я вылью потому что вот там даже видите на дне образовался мусор от промывания грибов теперь выкладываю грибы обратно и заливаю чистой водой можно отваривать грибы 40 минут после закипания грибы у меня варились дольше где-то около часа и теперь их надо вынуть из бульона и отжать от лишней жидкости вот этот концентрированный бульон ни в коем случае не выливайте его можно использовать для приготовления соусов подливок супов если вы его не сможете использовать сразу то разлейте по небольшим формочкам и заморозьте отжатые грибы надо пропустить через мясорубку 200 граммов репчатого лука мелко нарезать у меня это вот такая одна большая луковица и она весит даже больше чем 200 грамм лук надо обжарить на растительном масле лук слегка подрумянился я добавляю к нему грибы и обжарю все вместе обжаривать я буду на среднем огне минут 5-7 начинка очень ароматная я ее немного подсолю и никаких специй я добавлять не буду вкус этой начинки очень самодостаточные не стоит его портить пряностями начинка готова и надо ее охладить вот так тесто поднялось за два с половиной часа в холодильнике вот оно такое пористое обминать его не надо и уже можно лепить пирожки сначала я из теста сформирую шарики вот таким образом каждый шарик я раскатаю в лепешечку положу начинку и сформирую пирожок у меня получилось 12 пирожков с грибной начинкой и еще осталось три шарика теста и я сделаю для тех кто не держит пост три сосиски в тесте и сейчас мы будем эти пирожки жарить на сковороду я наливаю много растительного масла без запаха на такую большую сковородку у меня ушло чуть поменьше пол литра и надо это масло очень хорошо прогреть огонь у меня горит выше среднего готовность масла я проверяю маленьким шариком тесто тесто хорошо начало обжариваться и значит можно жарить пирожки пирожки я укладываю швом вниз выкладываю я пирожки в тарелку застеленную бумажными полотенцами вот сколько замечательных румяных пирожков у нас получилось как только масло впиталось салфетки я удалила чтобы пирожки не размягчались оставались хрустящими и сейчас они немного подостынут и будем пробовать друзья пирожки получились просто восхитительные тесто хрустящее тоненькая начинки много обязательно и вы приготовьте такие замечательные пирожки начинка может быть любая приятного вам аппетита